Сегодня на среде вот такие вот четыре мисочки будут стоить вместо 12 сидей. Чего они там фарфоровые получается, да? Попей возьми. И можно купить вот такие вот стаканы модные, внутри стальной, что хорошо они пластиковые, получается четыре. А, так смотри туда масло какое-то надевают или вина или камень. Что они идут тут? Руки хоть что идут? Ну, в общем, они типа такие вот. Холодненькие будут. Так, здесь у нас всякие узкие мушки просто. Ну, вот уже пошел сезон. Можно купить буручки. Сколько стоит? Да, 24. Да? Зай, ну вот смотри, да. На мужские написано 15. Леди 25. Посмотри, что там мужское стоит. А мужского я не вижу, а мужские вижу. А, это перчатки за 15 мужские, да. А вези 25. Вон написано ShopBoot. 25 долларов. Короче, кому перчатки с ботинками, а кому доска для сортинга. Кто ходит со мной в инстаграм, тот попадает со мной на океан и может посмотреть, как люди прямо сегодня там катаются. А здесь вот так вот уже идут подготовки полным ходом к Новому году. Короче, Маришку засыпала какая-то бабушка. Они там что-то сейчас пообсасывают. Всякие украшения уличные. Ёлки, не ёлки, конфета новогодняя. Что, бабушка хотела проконсультироваться? Ну, она такая вот. Инсталляция к Рождеству. Олень с саночками. В общем, всё как положено. Блин, прикольно. Олень 170 баксов. А это что, макушка на ёлку кому-то? Представляешь себе эту ёлку? Свиночки, снежинки. Короче, это всё декор для дома. Для наружной установки. Мне не нравятся эти игрушечки. Все не будем, значит, покупать. Они какие-то несимпотные. Симпотные. Несимпотные. Куда мы идём дальше? Мы просто так находимся, может, что и сам. Здесь можно купить вам колонку караоти и баян. Ну, в общем, игрушек уже накидали. Мы купили нашему мальчику машинку, но он передумал и решил другую машинку. И поэтому мы другую купили. Мы её сдали, купили другую. Скоро вам покажем распаковку. Что такое? Конфютер, наверное, какой-то. Батлбокс. Давай посмотрим. Машинку собрать можно, да? Конечно. И вот это мне интересно. А что это? Что-то с этого соберётся. Скоро куда-то. Ну да, тут написано постройку и собственно. Собственный какой-то батл с матом. Но это волчок какой-то модный. Его рукой можно типа командовать. Ей что-то написано, что три. Наверное, да. Смотри, это типа этого. Как у нас этот самолётик был такой, что на руку нельзя. Да, квадрокоптер такой, типа детский. А нашим детям не надо? Не, не надо. Он и тот, им не надо. Вот что нам надо, смотри. Смотрите, стул и однорукий бандит. Смотри, он ещё и заработал. И дома можно сделать своё маленькое казино. Нажимай стол. Где стоять? Вот сейчас будет бой. Дище. Вдвоём. А я какой? Не знаю. А это, наверное, красота какая-то. Прикольная. Да, это реклама. Вот такой у нас в центре стоит. Многофункциональный. Да. Многофункциональный. Это точно хорошо сказано. Ну, а чего я плохо сказала? Хорошо сказала, Женя. Так, ну что, зайдём сюда ещё для очистки совести, так сказать. Похожая фигня у нас тоже стоит в коробке. Вот, кстати, наш мальчик хотел Лего Гон. Давай вот этот зай. Мне нравится вот этот. Так, короче, Лего Ракета 45. А это сколько я там не вижу? 75. Ну давай, расскажи нам. Я хочу так просто на минуточку показать вот эту вот цифру, которая похожа на телефонный номер. Это всего 60 тысяч деталей. Нет, здесь 837 деталей, а это номер зависит. 837, но 837 это немного. Я не устану, да? Будем Байконур запускать. Блин, мне очень нравится. Ой, мне тоже. Ну а что, вертолёт у нас и самолёт уже был и всякая такая. Да, но там три в одном. В нём 569 деталей. Ну давай, зайка мы ещё с ним переговорим более конкретно, что он может хочет как-то так, понамекаем. Зая, зачем туда телефон вставлять? Смотри, что это там. Вот здесь видишь? Угу. Надо почитать с другой стороны. Главное, чтобы ракета не улетела. Ну может это по приколу там типа будет. Типа знаешь, телефон стоит, а он типа там у него экран. Покуда ты знаешь что? Сфотографирую его, давай я про него почитаю. Мы про него видео снимаем уже с полчаса. Ну ладно. Я понял. Вот по этому номеру найдёшь модель. Про него почитать. Зачем туда телефон? Да. Я думаю это просто для декора. Как будто человечек стоит, за ним экран и он там типа рулит. Гарри Поттер. Гарри Поттер не стоит. Гарри Поттер сколько стоит? На виду немного порядок. Покажи, что это новогоднее что-то. Какой-то новогодний календарь, я не понимаю. Типа считать дни до Рождества, как мы покупаем с конфетками, да. Здесь будет так вот откинется, здесь вот это будет штука, да. И каждый день ты будешь открывать десятого, допустим, ты получишь, чтобы построить это, какое там число, я не знаю. И каждый день ты в итоге, короче, соберёшь полную полянку. Короче, к Рождеству у тебя полянка будет. Стоит это 22 доллара. Доставали раньше шоколадочку, съедали, а сейчас будут строить меня сюрку. Да, да. Каждый день. Как ты думаешь, что детям интереснее, доставать или шоколадку есть? Не знаю, может это. Тоже номер надо будет посадить. Блин, ещё Хэллоуин нет, празднули уже за Новый год надо думать. Ну, не говорит, ещё Хэллоуин не купили. Да, Хэллоуин ничего не надо покупать. Конфетку просто купим и всё. Да, что мы не будем. У меня Хэллоуин пускай входят сами конфеты. Хэллоуинский Хэллоуин. Ну вот ещё можно траки собрать разные. Нет, нет. Можно такой трак собрать, можно другой трак с вертолётом собрать. Можно вот такой передвижной дом на колесах собрать. И это будет стоить 22 доллара. Таких у наших детей много. Машин опять. Мне тут понравилось. Ну вот смотри, тут с робототехникой, старвары и всякие. Да он тоже ещё не любит эти. Старвары 49 долларов. Давай вот здесь за тобой покажем, что здесь. Ну, мне кажется, это совсем для маленьких где-то. Какие-то маленькие. Кемпинги какие-то маленькие. У тебя такое. Двадцать восемь долларов. Двенадцать. Здесь опять пошли эти машинки. И, наверное, здесь вот это вот пул пати. Тридцать восемь долларов. Вот такой вот. Типа девочки там на вечеринке. Ну, а если лего не подходит, можно купить вот такого монстра. А сколько он стоит? 60 долларов. Офигенный монстр. 70 долларов. Я бы сказал, на кассе он получится 77. И можно вот такой барби-мобиль купить. Ну, уже зайка прожить в этот момент закончился у нас. У нас Саша был фанат барби. У нас его заклинило на куклы. У нас и домики, и барби, и всё это. И закончил. И Кены, и шмен. 43 доллара. Кто верен? Барби. Да нет, кто так. Ну, может, туда? Как нам со стороны? Не видно? Ну, а что? Ей тоже надо рожать. Ну, в общем-то нет. И развиваться. А это вот всякие головоломки. Ой, я такие штуки люблю, да. 19 долларов. Короче, вот на Новый год можно что-то выбрать. Ну, это просто пластилин. 10 долларов. Это вот эти зайка. Это краски. Ой, не краски, это слим такой-то. Ну, что гадкое наше жизнь. Ясно. Это опять пластилин. Мне как-то вот эта страна даже больше нравится новогодняя. Блин, вот такая вот, смотри, какая красивая штука. Ангел. 80 долларов. Но он какой-то грустный ангел. Я бы хотел, чтобы он улыбался. Очень классный. Сноумен. 50. Дед Мороз у нас есть, похоже. Но наш меньше. 60. А хотя наш такой же где-то, да? Очень классные Деды Морозы здесь продаются. Такие прямо как живые. А это смотри, что в сапогах елка стоит. Прикольно. О, смотри, какие классные штуки. Подсвечники. Где обалдели. 40 баксов. Где она упивалась. А вот еще с андре свиночкой. А это просто свит. Мы еще не будем в этом топе докупать. Знаешь почему? Потому что нет. Потому что к нам прилетит волшебник в голубом вертолете и подарит к нему. Нет. Потому что я бы хотел обновляться. У нас как-то, наверное, хватает. У нас места не хватает. Дело в том, что, короче, мы как-то уже накупили шариков в один момент, что просто все у нас не вешаются. Ну пускай лежат, они ж не испортят. Ну давайте опять переключим. 150. Елки 33. Я обалдею вот от этих инсталляций новогодних. Короче, вот эта вот 100 стоит, но она не динамичная. Она просто стоит. А вот это я уже показывал где-то в инстаграме, кто подписан видел. Просто красота не земная. Блин, как меня эта музыка зовет. Кот. Что ж ты нам свои секреты выдаешь? Зайкин он. Меня зовут ни в ком. Бессовестный пламя, бессовестно этим. Может у меня подарок будет. Поэтому я его жду. И паровозик поехал. Давай. Давай. На стол поставлю. Да. Блин, у него еще и там лампочка, он выезжает. Здесь посмотрим. Классно. Прибывает на станцию. Блин, я так люблю всякие эти старые рождественские мелодии. Я, короче, когда работаю, они у меня целыми днями играют. Ну что, пойдем, может уже купим что-нибудь, хавчик какой-нибудь. А вот просто паровоз, который будет по Крукелке ездить. За 60 долларов. Смотри, олень какой кожаный. Смотри, как он у него. Смотри, как он у него. 13 долларов, да. У них такие прикольные кожаные наряды. Блин, вообще классно. У Ленина морда кожаный. Потому что он из них то ящик уже, Ленин. Это шутки не накраду. Вообще прикольный. Так, ну что, что у нас дальше? Четвертые игрушки вышли на диск. Они же уже давно вышли. Или мы что-то отстали от чего-то? Открытки? 40 в упаковке. Так, что еще посмотрим? Новогодние конфеты. 13 долларов. Такая модная банка. Смотри, чуть ли не гриль, а в зайку. Желание, но все равно не надо. Что? Подарочки, чтобы на подарочки вешать, подписывать. Ну, то, что мы клеим, наклеечки покупаем. А здесь их, знаешь, сколько? Где? 84. Смотри. Ну, в другой раз, только в другой. Ну, ты жадный. За 32 доллара можно купить вот такие вот. Смотри, какая классная сумка, зайка. С цельным орехом. Это, блин, вот это вот классная тема получается. А сколько у нее вес? С гавайским орехом, кстати, с этим помнишь? Мы гавайские орешки покупали? Мне они понравились. Так, вес у нее получается... Там что-то 1,190. Прикольно. Здесь с гавайским орехом такие. Шоколадик красиво нарисован. 16 долларов. За 16 озиков. Так, 454 грамма. Подожди, а, 2 по 16. А, ну так неплохо. Килограмм получается. Килограмм за 15 долларов. Неплохо. Ну, короче, очень много новогодних конфет подарочных. Уже и в красивых коробках даже. Вон, такие модные. Так и в мешочках они. Что ж такое-то? Гирлянды. Ну, гирлянды, честно говоря, лучше купить на Алиэкспрессе. Или, я не знаю, где. Лучше всего на Алиэкспрессе. Самые лучшие цены можно купить тоже самое. Так, ну что, зайка, идем. Бутылочки в этом году в новых упаковках. Мы брали в красный, они стали в серый. И, наверное, стала... Да, коробка стала в 2 раза больше. И немножко по дороге. Вот такая модная, смотри. Корзина собрана. Прикольно. Ну что, двигаем дальше. Те, кто понатеет по старбаксу, можно вот такой вот подарок сделать новогодний. 24 доллара. Это будут 2 кружечки. Печенушки. Короче, костка подготовилась к Новому году. Мне кажется, это очень много. И бумага. Смотри, в каких трубках толстых. Угу. Ну, в общем, чтобы вы понимали, за доллар продается в долларе вот такого размера, как здесь дырочка. Здесь такая прямо обойная, обойная, да? Отдых, это неплохая, мне нравится золотая. Класс. Сколько стоит? 12 долларов. 13 долларов. Ну, она, наверное, стоит этих денег, да? Ну, наверное, стоит. Я не знаю, сколько стоит. Можно сравнить просто по длине. Ну что, в белье, наверное, не пойдем. Да, смотрим. Вот такой бумагер. 160, как сказать, пластиков, кусочков. Угу. Ну, что, второжки. Ну, у нас в запасе стоит еще, в второжке. Ну, мне бумага единственная, чем не нравится. А вот это вот что, наклейки продаются? За 14 долларов. А, это просто бюстики разных цветов. Это дельцам пледы. Радится дельцам мороженое. Вот мои любимые персонажи, целая корзина беременных. Привет, Ники. Мини, как дела? Красавцы. На 20 долларов. Пойдем? Да. Спасибо за просмотр. Mafяк